Время новой дороги и новых маршрутов. В Барнауле полностью закрывают мост на новом рынке. Машины в смятку. Подробности смертельной аварии на Змейногорском тракте. Уже более трех тысяч жителей края пострадали от укусов клещей. Как не упустить энцефалит? Начнем выпуск с дорожного происшествия. Сегодня в Барнауле на Змейногорском тракте в результате аварии погибла 55-летняя женщина. По предварительным данным, водитель БМВ 530, 87-го года рождения, с признаками алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Хонда. Жуткие кадры с места происшествия сейчас на ваших экранах. Хондой управлял водитель 64-го года рождения. С травмами доставлен в больницу. Его пассажир, женщина, на месте происшествия скончалась. Пострадал и водитель БМВ. Его доставили в больницу, где и будет проведено медицинское освидетельствование. Если докажешь, что управляющий БМВ был не трезв, то по статье 264 части 4 Уголовного кодекса России его ждет наказание. От 5 до 12 лет лишения свободы. К слову, как нам стало известно, этого водителя уже лишали прав в 2019 году. Плюс в его послужном списке многочисленные нарушения скоростного режима. До закрытия моста на новом рынке осталось меньше суток. Движение на нем перекроют уже завтра в 10 часов утра. А трамваи 1, 4 и 7 маршрутов прекратят работу сегодня. Городские власти вновь побывали на месте событий перед стартом главных работ. 17,5 миллиардов рублей в оборот запустят в понедельник. Но мост на новом рынке закроют уже завтра. Важно состыковать трамвайные рельсы и не разорвать главную электроартерию города. Для ее связи создали систему пересадочных талонов. Так барнаульцы сэкономят на поездках в трамваях или троллейбусах, если уложится в 100 минут. 100 минут идут от начала первой оплаты проезда до момента второго касания к терминалу. То есть 100 минут мы взяли это уже с запасом, с учетом того, что длительность самого длительного маршрута, даже троллейбусного, от конечки в районе Балтийской до Дома быта. Система работает в трамваях 1, 3, 4 и 7 маршрутов. Среди троллейбусов это единица, шестерка и семерка. Вся система заработает 1 июня. Но увеличит ли подвижной состав общественного транспорта? Вопрос открытый. Из авто пока никто не пересаживается. Я следствий сантехник, вот у меня авария, топит квартиру, а я не могу доехать туда вовремя. Сколько уже в пути? Около часа. Каким город будет в понедельник, можно предположить. Но в этой ситуации, без вариантов, изношенность моста сегодня 90%. Если ремонт вдруг отложат, то его все равно перекроют в соответствующие инстанции. Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком. Больше 150 детей Барнаула с переломами, вывихами, ушибами ежедневно попадают в хрампункт. Для юных пострадавших он единственный в краевой столице. Находится при детской поликлинике номер 9. Во Всемирный день травматолога наша съемочная группа узнала, с какими травмами дети приходят к специалистам и как врачи возвращают радость движения. И скорее всего собака была бездомной, говорит мальчик. Слишком уж вид у нее был неухоженный и озлобленный, но, к счастью, отделался малым. В травмпункте назначили 6 уколов от бешенства. Все по-мужски стойко вытерпел, но от самого укуса до сих пор не отошел. Меня вообще ничто не могло успокоить. Никакое успокоительное. Я теперь боюсь их. И таких случаев, говорят, в травмпункте при детской 9 поликлинике, к слову, единственном в городе до пяти в день. Остальные травмы – плачевные последствия катания на самокатах и велосипедах. Многочисленные раны, повреждения, связанные опять-таки с падениями на асфальт, переломы более тяжелые, сочетанные переломы, более сложные переломы, которые нуждаются в стационарном лечении. Укусы клещей тоже к нам идут. В день до 30 человек с клещами приходят. А иногда и простая человеческая торопливость тоже может привести в травмпункт. Я торопилась в школу, поэтому с лестницы быстро побежала и ушибла ногу, получается. Вот так. Причину, от чего опухла нога, помогает определить рентген. Пару минут спустя врач уже ставит диагноз. Вот лодыжка вот здесь болит у нее. Вот здесь. Ну, никаких ни переломов, ни смещений, ничего. Связки потянуло. А этим девочкам в бассейне не позавидуешь. Они пережили перелом позвоночника. Теперь нужно восстанавливаться. Для наиболее тяжелых случаев при травматологии есть кабинеты ЛФК. В детской поликлинике стараются идти в ногу со временем и делать труд врача проще, а выздоровление пациента быстрым и эффективным. До оснастили и перевели в другое помещение гипсовое. Теперь у нас есть все для того, чтобы ребенку было комфортно. Именно и кондиционер. Для того, чтобы во время отсутствия воды висел, висит у нас водонагреватель, чтобы поставили гипсо-структуры определенные, где собирается гипс, чтобы не сосорялись трубы. Мы закупили новый гипсовый стол и так далее. Во Всемирный день травматолога специалисты еще раз напоминают юным горожанам. Даже, казалось бы, при незначительной боли после падения лучше обратиться к доктору. И ни в коем случае не скрывать от взрослых того, что испытываешь боль. А ведь такие случаи были и не раз. Соня Сопрыкина, Анара Шагирова, Александр Антропов. День с толком. И вот как раз электросамокаты предлагают включить в правила дорожного движения. С инициативой об этом выступили депутаты молодежного парламента края. По статистике водители электросамокатов с наступлением тепла все чаще становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. К примеру, в апреле в Барнауле школьница едва не стала жертвой авто, передвигаясь через дорогу на самокате. Недавно в парке Изумрудный водитель электросамоката сбил ребенка. Проблема назрела давно, считают представители молодежного парламента. Но до сих пор никто не приравнял самокат к транспортному средству. Передвигающиеся на них до сих пор относятся к категории пешеходы. Первая задача – это запретить использование электросамокатов, которые развивают скорость до 50 км в час. Это первое. Второе – определить конкретную категорию, к которым будут относиться данные транспортные средства. И, соответственно, уже сотрудники ГИБДД могут корректировать работу использования передвижения данных транспортных средств. Депутаты допускают, что для управления самокатом, развивающим скорость до 50 км в час, необходимо будет получить права. А также предлагают ввести ограничения по возрасту. К слову, подобную инициативу уже высказывали федеральные власти. Задача наших молодых парламентариев – донести свою инициативу до молодежного парламента при Госдуме для дальнейшего его продвижения. Завтра в Алтайском крае ожидается до плюс 37 градусов. Столь высокой температуры в 20-х числах мая метеорологи не наблюдали несколько десятков лет. А между тем, жаркая и сухая погода с сильным порывистым ветром – причина возникновения у большого числа людей полиноза или, проще говоря, сезонной аллергии. В этом году жители края гораздо чаще обращаются к аллергологам. Подробнее об этом в сюжете Татьяны Голубевой. Всем дарили красивую выплата с сиренью. Мне тоже дарили, но я была вынуждена удалиться. Так что портила романтику. В парке и сквере с цветущей сиреньей и черемухой надежда всегда обходит стороной. Пыльца от растений становится причиной зуда в глазах, боли в горле, сухости кожи. Несколько лет назад аллергопробы показали, что у девушки полиноз. Теперь ранней весной без таблеток никуда. Респиратор сняла специально для общения с нами. Кстати, врачи говорят, это и весной пациенты обращаются чаще. Способствует сухая погода распространению пыльцы. То есть, когда проходит дождь, пыльца прибивается, и аллергики реагируют меньше. А в сухую ветреную погоду они как бы реагируют сразу, и глаза слезятся, чихание, заложенность носа. У соседей через один участок есть черемуха. И когда я приехала на свой участок, я спокойно ходила, потому что знала, что ничего не будет. Но была ветреная погода, и через какое-то время я поняла, что глаза у меня чишутся, покраснело, тело покраснело. И я сопоставила и поняла, что ветер дует как раз со стороны черемухи. Кто-то страдает полинозом с детства, кого-то он настигает в зрелом возрасте. Главное, не лечиться самостоятельно, а обратиться к врачу, говорят специалисты. И советуют, после того, как пришли с улицы, промывать глаза и нос. Желательно, чтобы дома был кондиционер, в период цветения поменьше бывать на улице. Антигистаминные препараты, капли для глаз и носа в этот период тоже необходимость. Многие считают, что аллергия не лечится. Но врачи уверяют, что избавиться от того же полиноза можно. Нужно прийти к нам в осенний период, когда все отсветет. Мы проводим аллергологические пробы на цветение деревьев, трав, выявляем, на что аллергия. И потом из этих аллергенов проводим специфическую иммунную терапию. То есть это как вакцинация. Делаются прививки из аллергенов. Прививки ставятся осенью и зимой. Три года постоянной вакцинации дают возможность избавиться от аллергии на 5, а то и 10 лет. Врачи даже говорят, что можно и вовсе забыть про полиноз. И спокойно проводить время на улице весной и летом, не опасаясь зуда, кашля и чихания. Надежда пока обходится без прививок. Но тем, кто реально мучается от аллергии, посоветовала бы попробовать этот метод профилактики и лечения. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. В Алтайском крае уже более 3000 человек пострадали от укусов клещей. Свою охоту на людей членистоногие открыли в начале апреля. В итоге почти у 200 жителей региона сейчас подозревают сибирский клещевой тиф. Какими еще болезнями может наградить клещ и что делать, если вас укусили? Об этом в нашем сюжете. Все, клещ работает. Через несколько часов наступит момент истины. Был ли этот клещ с подвохом и мог ли он переносить энцефалит своим хоботком? В этом году клещи открыли охоту на жителей региона 3 апреля. На данный момент в крае выявлено уже более 3000 укусов. Если вы пройдете, возьмете энтомологический флаг, так называемый, и пройдете по лесу, по условному кордону, где-нибудь километр, в среднем где-то 130-160 клещей получается. На один километр 100 с лишним клещей? Да. Но это в период активности, то есть в период пика. Естественно, потом он снижается. Численность клещей в регионе держится примерно на одном уровне. Нельзя сказать, что с годами членистоногие становятся более заразными. Хотя жители региона все же могут встретиться с клещами, которые переносят болезнь лайма, анаплазмоз, сибирский клещевой тиф, туляремию и, конечно, энцефалит, который может привести к смерти. На сегодняшний день зарегистрировано 197 человек с подозрением на сибирский клещевой тиф. Кроме того, в стационарах Алтайского края в настоящее время находятся 3 человека с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом. И, кроме того, зарегистрировано 11 человек с подозрением на заболевание к содовым клещевым боррелиозом. Если вы заметили на себе присосавшегося клеща, его необходимо сдать в лабораторию на проверку. Аккуратно снять клеща помогут в травмпункте. По-хорошему для исследования нужен живой клещ. Его лучше поместить в какую-то емкость. И несете желательно к нам в вирусологическую лабораторию. То есть сдаете клеща, там ему смотрят, есть ли в нем энцефалит. Если вы принесли живые, его сначала вирусологи проверяют на энцефалит методом, а потом дальше, если вы хотите знать больше, они передают в ПЦР-лабораторию, там как раз на лайн боррелиоз и на все остальные инфекции, они тоже вычисляют. Важно, все это нужно успеть в течение трех дней. И если у клеща будет обнаружено какое-то заболевание, необходимо срочно обратиться к врачу. Кстати, бывает, что клещ несет в себе сразу целый букет инфекций. А поскольку членистоногие закрывают сезон охоты на людей только в сентябре, риск оказаться с клещом один на один есть у каждого. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин, Александр Антропов. День с толком. Алтайские строительные компании пользуются особым спросом на всероссийском рынке. Их частые заказчики Москва и Сочи сообщили организаторы конкурса «Профмастерства». Он проводится в крае много лет и регулярно наши строители выходят на федеральный уровень, одерживая там победы. Накануне в Барнауле прошел краевой этап. Наш корреспондент побывала на ремонтных работах и выяснила, кто на этот раз поедет от нас на Сибирь и Россию за золотом. По душе. Так кирпич кладет Вадим. На стройке дворников 8 лет и чаще всего строил жилые дома. Высотки на энтузиастов и Попова его работа. Сейчас он кладет конкурсную перегородку и, к слову, уже не впервой. В том году было сложнее. Думаете, ускоритесь, выйдете за время 3 часа, сделайте быстрее. Ну, будем стараться. Главное – качество. Строймастер-конкурс всероссийского масштаба. Сегодня краевой этап. Следом – Сибирь и страна. Москва – точка притяжения лучших. И наши там уже были. В 2018 году первое место, в 2019 – второе. Наши строительные организации выходят на рынок Новосибирска, Сочи, Санкт-Петербурга. Если у нас будет еще выше потенциал кадров, мы можем вообще занимать нишу более обширную. Есть два вида кирпича – белый и красный. Важно соблюсти толщину шва между ними, выдержать вертикальность торцов и горизонтальность кладки. На работу всего 3 часа. Рабочее место каменщика – это все, что за стеной. Значит, если они сюда либо раствор, либо кирпичи выдвигают, то мы уже свое рабочее место организовали неправильно. Вот это мы уже оцениваем. Наш герой тоже уже нарушил правила? Ваш герой с кирпичом уже. Соревнуются и монтажники каркасно-обширных конструкций. В их запасе также несколько часов, а в задании немало нюансов. Поэтому, если ты тихоходный, как тут говорят, еще ничего не значит. Я считаю, что здесь тоже надо крепить. Я считаю, что это лишнее отверстие в шве. А как мы определим, если мы зашьем вообще, а крепежно увидим, что у него есть дополнительный стоечный проник? Мы это увидим сейчас. Гипсокартон здесь, если можно сказать, последней модели. Кнаупсапфир – это листы повышенной плотности, твердости и влагостойкости. Спор жюри разрешился. Команда смогла прийти к общему основанию. Пора выбирать лучшего. Наш герой не смог выиграть путевку в Красноярск. Туда в июне на сибирский этап отправятся каменщик Владимир Юрков и монтажник Вячеслав Филиппов. Жюри говорят, у них есть шанс забрать и федеральное, и всероссийское золото. Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком. Этим летом в крае планируют трудоустроить порядка 9 тысяч подростков. Реестр работодателей, готовых принять несовершеннолетних уже в июне, сформируют до конца мая. Пока в основном откликнулись заводы, но есть и предприятия другой сферы. С чего начать поиск работы подростку и какие сложности могут возникнуть в процессе – об этом в специальном репортаже Софии Яценко. Ярославу 15, он заканчивает 8 класс и, как многие сверстники, хочет самостоятельно зарабатывать. Впервые заинтересовался работой в прошлом году, когда получил паспорт. Тогда вместе с мамой начали искать работу и сразу же столкнулись с проблемами. Оказывается, нужно записываться с февраля, с марта. То есть не летом ты проснулся, а на самом деле нужно за полгода вставать на какую-то очередь. И я знала и видела, что подростки работают на заводах. Ну вот в частности на патронном заводе. Они сортируют патроны и проверяют их качество. Туда берут в основном детей самих сотрудников, потому что туда очень строгая служба безопасности. Ответственность готов взять на себя далеко не каждый работодатель. Нужно знать человека, прежде чем взять его к себе, работать. То есть узнать, может быть, родителей, яблоко от яблони, знать семью. Ну вот это, да. И посмотреть на человека, то есть пособеседовать, пообщаться, как он ответственный, неответственный, как он относится, серьезно относится, несерьезно, то есть просто так провести время. Но шанс парню все же дали. Этим летом он снова будет трудиться на кухне. Батодатель должен предоставлять такую возможность, потому что это, в принципе, поможет подростку в дальнейшей жизни. Потому что не каждый подросток, появив к такому труду, не понимает, что его ждет в дальнейшей взрослой жизни. И на словах это просто не доказать. Чтобы подобрать место работы для подростка, которое бы устроило и старшеклассника, и его родителей, важно позаботиться об этом заранее. Ребята, старшеклассники, чей возраст составляет 14 лет, для трудоустройства необходимо их родителям получить согласие органы опеки и попечительства, а также согласие родителей, что они разрешают им трудиться. С 15 лет предоставляется только согласие родителей. На сегодняшний день в краевой столице трудоустроили уже около 300 подростков. Обеспечить рабочим местом планируют еще около 2000 ребят в Барнауле и около 9 во всем крае. В основном принять на работу подростков готовы заводы и предприятия сельского хозяйства. Список вакансий размещен на единой цифровой платформе «Работа России». София Иценко, Андрей Печеркин. День с толком. Потомки Пушкина живут в Бурле. Наш корреспондент Анастасия Наборщикова познакомилась с биографом Анатолием Муравлевым. Советский журналист провел 40 лет в архивах и узнал немало интересного о Болтае. Например, о тещи Ленина, которая родилась в Барнауле. В День биографа мы решили познакомить вас с уникальным автором. В его коллекции полсотни книг. Муравлев Анатолий Степанович – биограф. Он пишет о людях, которые жили на Алтае. И сегодня его читатели знают, что теща Ленина родилась в Барнауле, а жена Горбачева в казарме у Рубцовска. Я нашел двоюродную сестру Раис Максимовны в селе Веселоярск, пожилая женщина, за 80 далеко. Анатолия Николаевна говорит, ты что не знаешь, где дядя Максим работал? Вот там она и родилась, говорит он. Я говорю, где там-то? Ну в казарме. Я говорю, не понял, в какой еще казарме. Ты что не знаешь, что такое казарма? Я говорю, ну так догадываюсь, что это же дорожный разъезд. Анатолий Степанович шутит. Книгу вожди и женщины писать начал еще в 80-х. 40 лет он пробыл в архиве. Туда советский журналист шел после работы. Сегодня Муравлев писал в историю Алтая военных, министров и даже президентов Польши и Тайваня. Это войцах Ярузельский, Польша, который проживал в 42-м году, до 42-го года на Алтае, там несколько лет. Вместе с семьей, в Бийске, в Турачаке. И Дзяндзинго, это президент Тайваня, который здесь работал в 30-е годы, угадаетесь трех раз, никогда не угадаете, ассенизатором. Книгу о генералах поклонники так и не прочтут. История оказалась жуткая, в 90-е постыдной. Работа над материалом стала игрой с совестью. Теща Ленина была куда лучше. Она, правда, родилась в Барнауле. Ее отец Василий Иванович Тистров, он работал в Сузуне, он работал в Павловске, он, по-моему, в Миногорске работал и в Барнауле. Горный офицер. Она курила. Ленин, естественно, не курил и ее гонял. Попросту, иди на улицу, кури. Книги Анатолия Степановича есть в библиотеке Шишкова. Скоро их коллекция пополнится. А пока биограф пишет о катаклизмах на Алтае. Не только природных. Анастасия Наборщиков, Владимир Быстревский. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова